Отпустить на волю или оставить под стражей в Харьковском апелляционном суде слушали дело в отношении подозреваемой Юлии Колесниковой. Женщину обвиняют в подготовке теракта. Виновность Юлии ее родственники не верят. Кроме того, обвиняют правоохранителей в похищении. Говорят, Юля пропала за месяц до официального задержания. Просто вышла из дома и не вернулась. СМС-ка 14-15, что она на важной встрече. Я приехала домой и как-то сердце почувствовало, что что-то не то. И я ей телефон не отвечал. Я сколько звонила, телефон не отвечал. После этого СМС-телефон Юлии вовсе перестала отвечать. Отчаявшись, Вера Леонидовна обратилась в милицию. На официальном сайте МВД до сих пор висит объявление о розыске Юлии. Не сняли его даже после того, как женщина нашлась. 5-го числа 8.30 утра. Это самое, звонок в двери. Это самое, приходит человек семь мужчин гражданском и предъявляет мне, ну, это самое, ну, ухвалу, ухвалу. Я сначала подумала, я сначала подумала, что нашли Юлин труп. Ну, это самое, я даже не могла представить, что обыск будет в Юлиной комнате, там 9 квадратных метров. Там было 3 человека, они посмотрели, вернее, нашли какой-то, как пластилин под кроватью, нашли какую-то, это самое, какую-то, ну, штучку, как карандаш, что ли, такое. Я, понимаете, она от 22-го пропала, я думала, полы, неужели бы я там не узнала ничего. Изначально правоохранители заявили, что Юля была задержана 28-го ноября при попытке пересечь границу с РФ. Однако в протоколе написано, что Колесникова была задержана около станции метро Пролетарская. В эту версию ни родственники, ни адвокат Колесниковой не верят. Уверяют, Юля пропала месяцем ранее. Она содержалась номер 0,2 в управлении СБУ Харьевской области в изоляторе революционного содержания без протокола задержания, либо какого-либо решения суда, которое позволяло бы удерживать ее под стражей. О том, что она там содержалась, подтверждают ряд лиц, которые уже обвинены из СБУ, вышли в этот период. По информации правоохранителей, Юля Колесникова планировала взорвать памятник Нике. Дело все еще на стадии расследования и не передано в суд для рассмотрения по сути. Ольга Калиниченко, Евгений Климентев, 057UA.